Ангарск в лидерах заболеваемости ковид. Врачи готовят дополнительные койки. Инфекция ставит под угрозу учебный год. На дистанционный режим перешли две школы и три класса. И с уважением к подвигам. В округе стартовала реставрация памятников. В эфире программа «Местное время». О главных событиях дня вас познакомлю я, Мария Батчина. Здравствуйте. Депутата ЗАГС Собрания Андрея Левченко могут арестовать на два месяца. Накануне сына экс-губернатора при Ангаре спецбортом доставили в Москву. Определить срок содержания под стражей сегодня должен Басманный суд. За хищение 185 миллионов народных рублей Андрею Левченко может грозить до 10 лет лишения свободы. Обо всем по порядку далее в сюжете. Это оперативная съемка Следственного комитета России. На допрос к столичным оперативникам Андрея Левченко доставили в понедельник вечером. За внешним спокойствием плохо скрывается явная нервозность. Ведь казавшаяся на первый взгляд успешной схема по быстрому обогащению теперь трещит по швам. Следственный комитет предъявил наследнику бывшего губернатора обвинение в мошенничестве особо крупного размера. В результате противоправных действий Хамалюка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей. Завышенные цены на оборудование, использование подставных фирм, подлог документов – это лишь некоторые эпизоды большого уголовного дела, расследование которого началось в 2018 году. То ли это ангарчане, живущее в многоэтажках, вспоминается слезами. Компания «Звезда» с нулевым опытом работы, но с серьезными покровителями выиграла миллионный контракт на замену лифтов. Самый большой заказ пришел из Ангарска. Строители остановили подъемники по всему городу, а запустить их вовремя не смогли. Пенсионеры с сумками, на больных ногах или молодые мамы с колясками. Для каждого дорога домой тогда стала мучением. Тяжело, тяжело сидеть заперти, хочется на улицу пройти, но, увы, я еле-еле хожу, я очень-очень плохо хожу, тихо. Вот-вот вся моя беда, что нет лифта у нас. Мы тут в основном живем пенсионеры и все больные, у всех ноги, у всех ноги, которые почти не ходят. Валентина Левченко тогда и подумать не могла, что полгода ее жизни и соседей в пытку превратит коммунальная афера. А причастным может оказаться ее однофамилец – ангарчанин, руководитель уважаемого предприятия и депутат областного парламента. К слову, сам Андрей Левченко все это время также отрицал свое участие. «То есть вы утверждаете, что не имеете отношения к компании?» «Я знаю людей, которые работают в этой компании. Я еще знаю примерно сотню компаний в Ангарске, в которых я знаю людей, которые там работают». В этом интервью, снятом несколько месяцев назад, Андрей Левченко утверждает, что знает скандальную фирму «Звезда», оставившую жителей региона без лифтов, не ближе, чем любые другие организации. Это не совсем так. У руля «Звездной компании» в роли заместителя директора тогда стоял Виктор Обозов. Вот он встречается с жителями седьмого микрорайона и пытается объяснить, почему ремонт, который он производит, выходит для ангарчан боком. А это уже более приятное мероприятие – честование юных спортсменов. Здесь представитель «Звезды» уже в качестве личного помощника, тогда еще свободного депутата Заксобрания Андрея Левченко. Сейчас Виктор не фигурирует в уголовном деле, однако ему неоднократно приходилось давать пояснения в ангарской прокуратуре. Возможно, его имя еще всплывет в этой истории. А пока обыски и выемку документов столичные следователи провели по месту работы и жительства Андрея Левченко, а также его отца, бывшего иркутского губернатора. Под арестом уже почти год находится директор фирмы «Звезда» Олег Хамуляк. Он стал первым фигурантом в уголовном деле по мошенничеству с лифтами. Основываясь на его показаниях, следователи и вышли на организаторов преступной схемы. Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутское лифтового оборудование на общую сумму более 167 миллионов рублей. Этот договор был предоставлен в фонд капитального ремонта для получения аванса согласно заключенным договорам. После этого указанными лицами была создана в качестве прокладки еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже почти до 320 миллионов рублей. За ходом капитального ремонта лифтов и разрушительной деятельностью компании «Звезда» следил депутат Думы Ангарского округа Александр Куранов. Народный избранник не раз скрывал преступные действия семьи Левченко. По сути, компания «Звезда» являлась новоиспеченной фирмой «Пустышкой». И получить контракт без влиятельных лиц, коим являлся господин Левченко, на сумму более полумиллиарда рублей, я считаю, что невозможно, поскольку такие ограничения у нас предусмотрены законодательством. Переступить эти ограничения можно было только с помощью высокопоставленных чиновников. Поэтому, я считаю, на сегодняшний день награда нашла своего героя. И то, что сегодня господин Андрей Левченко арестован, я считаю, это закономерный итог тех деяний, которые он заслужил. Арест Андрея Левченко всколыхнул общественность. Лангарские Тунова сейчас обсуждают практически в каждом дворе, где есть высотки. А почему такие лифты дорогие-то вышли? Очень дорого. Ну почему? В Красноярске почему-то по миллион шестьсот, а у нас по две с лишним, да? У меня в Красноярске живут родственники, созвонились, спрашивали. Правильно делают. Надо коррупционеров пережимать. Вина-то, в общем-то, их, этого губернатора, что денежки-то они брали. Люди надеются, что справедливость восторжествует, и лица, причастные к крупному мошенничеству, получат по заслугам. Другим темам. В Ангарске подожгли машину. Митсубиси Паджеро загорелась днем у 36-й медсанчасти. На тушение выезжал экипаж спасательного гарнизона. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить дознавателям. Продолжаем выпуск. Ангарск вышел в лидеры по заболеваемости ковид. По данным оперативного штаба, в среднем за сутки инфекция поражает от 30 и более человек. Муниципалитет готовит дополнительные койки в медицинских учреждениях, а жители ждет ужесточения мер. Все подробности в сюжете. С пятницы по воскресенье число заболевших ангарчан составило более 100 человек. А к утру сегодняшнего дня инфекцию обнаружили еще у 113 горожан. Болеют жители города целыми семьями, а думая, что подхватили обычную простуду, продолжают ходить на работу или посещать общественные места. Все это ведет к масштабному распространению вируса. Сегодня симптоматики классической, как начиналась в марте, она не всегда есть для ковида. То есть бывает и с насморком начинается першение в горле, температура может быть, может невысокая быть температура, кашель может быть, может не быть кашля. То есть достаточно внимательно сегодня относиться нужно к себе, к окружающим, к членам семьи, потому что все эти симптомы распространяются очень быстро. Поэтому человек должен понимать, что если он сегодня с утра встал, он нездоров или со вчерашнего вечера, то необходимо остаться безусловно дома. Нужно оповестить своего работодателя и вызвать врача на дом, потому что на сегодняшний день это очень важно – не распространять инфекцию. Сейчас в Ангарске на дистанционное обучение полностью перешли уже две школы – 36-я и 8-я гимназия. В других учреждениях пока на карантин закрывают отдельные классы, а учителей отправляют на самоизоляцию. Детские сады тоже открывать не собираются. В Ангарске работают более 500 дежурных групп. Их посещают 7 тысяч малышей. Спрос на дежурные группы возрастает каждый день, поэтому мы на сегодня применяем все возможные меры для того, чтобы при наличии справок от родителей о том, что они выходят на работу, обеспечить детьми местами в дошкольных группах. Если на прошлом штабе я говорила, что у нас не было закрытых групп в дошкольных образовательных учреждениях, то действительно на этой неделе у нас закрыты три группы. Неделю практически назад мы закрыли одну группу. Там был случай занесения ковида ребенком с хоккейной командой. И вот вчера буквально закрыли тоже по контакту с ковидными две группы. Усилена работа и отдела потребительского рынка. Инспекторы продолжают рейды по предприятиям, магазинам и торговым центрам. Дождались проверки и ночные клубы. Комиссия составила четыре протокола. Из-за продолжения масочного режима принято решение ввести постоянный мониторинг цен на средства защиты. К нами был проведен мониторинг цен на медицинские маски в аптеках и аптечных сетях. Цена составила от 5 до 30 рублей. Средняя цена 15 рублей. Дополнительно также был проведен мониторинг ателье, которые у нас находятся на территории округа, по изготовлению масок. Всего на территории 32 ателье. Мониторинг был проведен по 15 ателье. Средняя цена 100 рублей за маску. Цены колеблятся от 40 рублей до 250 рублей. С этой недели в округе увеличится число и продолжительность рейдов по проверке действующих мер. Наказание за нарушение режима обещают ужесточить. Также в связи с увеличением числа заболевших вновь откроется обсерватор в санатории «Богульник». Инфицированным сибирякам уже не хватает мест в действующих стационарах. Яна Попова, Елена Шелик, Местное время. Продолжение темы. В Ангарском ковидном госпитале практически нет свободных мест. Из 90 коек сегодня пустует только 10. Но и они могут быть заняты уже сегодня к вечеру. Ведь инфицированных сибиряков в Ангарске везут со всей области. Как справляются врачи в материалах моих коллег. Хирургический корпус Ангарской городской больницы номер один был переоборудован для приема пациентов с ковид еще в начале пандемии. Сюда поступают пациенты с хирургическими патологиями и сомнительными анализами на инфекцию. Ежедневно от 5 до 10 человек. Столько же выписываются. Однако за последние три дня медики приняли сразу 43 пациента. Пациенты, как в нашем отделении, как правило, все очень тяжелые. И все на кислородной поддержке. Поэтому для коронавирусной инфекции кислородная поддержка – это одно из самых главных принципов лечения. Здесь используется 30 аппаратов ИВЛ. Всегда есть аппараты в резерве. И аппараты ИВЛ подключаются только в тяжелых случаях. В основном это кислородная поддержка и через концентраторы, и просто увлажненный кислород. Лечение здесь получают не только жители Ангарска, но и Тулуна, Нижнеудинска, Свирска, Саянска, Черемхова, Усолье и Зимы. В учреждении развернута своя операционная. Все доктора работают в напряженном режиме. Сейчас в госпитале заняты 80 коек из 90. Ситуация сложная, но мы стараемся сдерживать эту ситуацию. И медицинские работники поступают правильно. Правильный подход с эпидемиологической точки зрения. Самое главное – это не навредить больному. По словам экспертов, часто у молодых людей и детей коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. А тяжелыми формами заболевания страдают в основном пожилые люди. Хотя есть и исключения. Поэтому пренебрегать простыми правилами личной гигиены и индивидуальной защиты не стоит никому. Елена Шелик, Мария Константинова, Владимир Селиванов. Местное время. На передовой в борьбе с опасной инфекцией сейчас оказались не только врачи, но и коллективы школ. На карантин уже закрыли 36-ю и гимназию номер 8. Педагоги работают с большой нагрузкой, ведь на их плечах сейчас не только образование, но и сдерживание эпидемии. Почему расслабляться не время, расскажет Мария Константинова. Целый день в столовой школы номер 19 кипит работа. Сотрудники должны напоить молоком учащихся младших классов и успеть накрыть столы для всех остальных школьников. Дезинфицируют помещения между потоками детей с помощью вот таких рециркуляторов. Они очищают и обезвреживают воздух. Между столиками дистанция минимум в 2 метра. Вместе могут обедать дети из трех классов. Это 80 человек. Цель – не допустить скопления учеников. По такому же принципу организован и вход в школу. Мы открыли три входа вместо одного. Значит, у нас через центральный вход входят дети, которые учатся на первом этаже. Это в основном начальная школа. Через второй вход дети проходят и сразу по лестнице, не пересекая первого этажа, поднимаются на третий. Через третий вход дети проходят сразу по лестнице на второй этаж. Санитарная обработка по графику идет. После каждого урока в обязательном порядке проветривается кабинет. Во время урока проветриваются коридоры. Пока школьники занимаются, в коридорах проводят влажную уборку. А за короткую перемену сотрудникам нужно успеть обработать и кабинеты. К слову, каждый второй класс закрыт. Уроки ведутся через одно помещение. Разобщение со сверстниками, конечно, сказывается на самих ребятах. Многие испытывают дефицит общения. На самом деле, вот то, что нет вот этого общения на переменах, то есть ты редко ходишь по коридорам, редко пересекаешься с ребятами из других классов. Да, немножко тяжеловато, но тоже справляемся, привыкаешь. Понимаем всю важность, поэтому учимся, стараемся, все хорошо. Сейчас в школе 24 класса. Одна половина учится с первой сменой, другая – со второй. Медсестра признается, расслабиться нельзя ни на минуту. С начала сентября отстранить от уроков пришлось троих учеников. Они пришли в школу с признаками ОРВИ. Благодаря усиленному контролю во время утреннего приема учреждению удается сдерживать угрозу эпидемии. Мария Константинова, Олег Левченко. Местное время. Продолжаем программу. В городе начался ремонт монументальных сооружений. Сейчас работа идет у памятника солдату правопорядка. Строители завершают укладку тротуарной плитки. Также здесь планируется покрасить бетонное ограждение и обновить элементы монумента. Саму скульптуру по заданию муниципалитета подвергнут масштабной чистке. В течение этого года ремонтные работы будут проведены у стелы на въезде в город памятника «Голуби мира», что возле Музея Победы, и мемориального комплекса в Мегете. Накануне в Ангарск приехали представители Общероссийского народного фронта. Активисты решили проинспектировать ход реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». В нашем округе по данному проекту в этом году было благоустроено несколько участков. Один из них – сквер в 22-м микрорайоне. Теперь вместо пустыря здесь появилась уютная площадка, скамейки для отдыха и современная сеть освещения. В майских указах президент России поручил к 2024 году кардинально повысить качество и комфортность городской среды на 30%. Индекс составляет качество, ну и сократить число городов в два раза с неблагоприятной средой. Именно поэтому мы вот в исполнении этих указов мониторим, обследуем, ну и реагируем на заявки жителей. По просьбам жителей здесь также планируют оборудовать пандус и выход к пешеходному переходу. Всего активистам ОНФ предстоит осмотреть три общественные территории – Сталинградскую аллею в 7-м микрорайоне и сквер в селе Саватиевка. И в завершение выпуска о перспективах. В Ангарске откроется школа оригинального жанра «Белая ворона». С таким проектом жители города вышли на молодежный форум «Байкал-2020» и победили. Авторы идеи – Яна и Николай Гутник. Их проект «Сияние» удостоен гранта на сумму в 1 миллион 300 тысяч рублей. Реализовать его победители намерены на базе Дворца творчества детей и молодежи, где всех желающих будут обучать в специальной хореографии с использованием светодиодного реквизита. Подобные яркие шоу в будущем могут стать изюминкой городских мероприятий. Очень много в городе молодежи, которая хочет этим заниматься, им интересно, но они не знают куда, как, то есть у коллектива нет постоянной, например, площадки, да. И мы просто решили сделать его на постоянной основе. То есть это не только фестиваль, он как завершающая точка в проекте будет этот фестиваль. Еще один проект от Ангарска получил на форуме финансирование в 30 тысяч рублей. Его автор – Михаил Минеев. Он придумал серию дворовых турниров по принципу военно-тактического лазер-тага. Опыт проведения таких состязаний у Михаила есть. И сделать мероприятие массовым он решил после многочисленных просьб школьников. Это была последняя информация выпуска. Узнавайте о событиях на сайте телеканала, нашей страничке в Инстаграм и делитесь своими интересными новостями. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи.